Члены комиссии рассматривали три вопроса, председателем которой был заместитель главы администрации города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Михаил Владимирович Солоницын. В первую очередь особое внимание было уделено обеспечению пожарной безопасности на объектах социального обслуживания с круглосуточным пребыванием людей и образовательных учреждений в период подготовки к новому учебному году. При проведении текущих и капитальных ремонтов муниципальных, общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций на совещании носило требовательный характер уделить особое внимание нарушению требований пожарной безопасности и не использовать сгораемые материалы. К новому учебному году было представлено 60 объектов образования, которые все были в принципе приняты в сроке, нарушения практически все были устранены и считаем, что вполне достойно провели эту кампанию по приемке учебных заведений к новому учебному году. В 15-16 учебном году будет функционировать у нас 19 общеобразовательных организаций, это школы, 31 дошкольная организация, детские сады и 6 учреждений дополнительного образования. В соответствии с заключенными контрактами Министерства энергетики Российской Федерации по линии Буша, в соответствии с графиком проведения работ, в настоящее время ведутся капитальные ремонты детского сада 26 весна и школы 27. В соответствии с графиками был составлен четкий механизм определения организации образовательной деятельности для данных учреждений. В плане подготовки муниципальных образовательных учреждений города с начала учебного года особое внимание уделялось требованиям и мероприятиям, которые были направлены на обеспечение безопасности нахождения и образовательного процесса в данных организациях. Соответственно, был составлен план, был проведен анализ предписания дела надзорной деятельности. В ходе совещания приняли решение по устранению нарушений пожарной безопасности, обеспечить места проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Знаний первичными средствами пожаротушения. Далее по этому же вопросу выступили следующие члены комиссии. В 2015 году на мероприятия по пожарной безопасности запланировано 330 тысяч рублей из небюджетных средств учреждения. Из них уже освоено 200 тысяч. Были заключены договора и проведены работы по проверке качества незащитной обработки пропитки деревянной конструкции. Выполнено техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, трех зданий Центра социального обслуживания, а также социально-репутационного отделения. О состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения на территории города отчитался Василий Алексеевич Мусатов. На водопроводных сетях города имеется 373 пожарных гидранта и 102 пожарных водоема. Из них в технически неисправном состоянии находятся 76 пожарных гидрантов, что составляет более 20% от общего числа, и 41 пожарный водоем, что составляет 40% от общего числа. Эти цифры, конечно, можно считать условными, так как в некоторых случаях при проведении технического осмотра давление воды в системе было слабым или вовсе отсутствовало. И об исправности гидрантов приходилось судить только по внешним признакам. Кроме того, некоторые пожарные гидранты не обнаружены, то есть демонтированы, стоят пустые колодцы или уже засыпаны. В июле этого года в администрацию города приезжал руководитель региональной службы по тарифам Олег Николаевский. И тогда ему был задан один из вопросов. О том, почему Дон-Река исключает от обслуживания гидрант. По сути, это неотъемлемая часть. Мы в доказательства посмотрели высшие арбитражные суды, посмотрели, буквально недавно прошел суд и Ростовский водоканал, где действительно гидранты являются неотъемлемой частью водопроводной линии, водопроводного хозяйства. Поэтому никто не может брать и игнорировать ремонт гидрантов. Если нужно не брать соответствующие разрешения, значит, обслуживающая организация взять должна лицензии и проводить эти ремонты. Обучать, стажировать и проводить все эти мероприятия, которые необходимы для того, чтобы взять в одностороннем порядке, отказываться от ремонта. Мы долго бились, приглашали, в ручном режиме включали. В итоге сейчас здравый смысл победил, и действительно оно подтверждено еще и решением судов, вплоть до высшего арбитражного суда. Поэтому здесь уйти Донрека от своих обязанностей не получится, даже с хорошими юристами, поэтому здесь необходимо включаться. Ответное слово предоставили представители Донрека. «Буквально вчера общался с центральным офисом. Производится закупка сейчас в количестве 30 штук. Пал мероприятия разрабатываются, будем устанавливать». Согласно повестке дня, члены комиссии рассмотрели все вопросы и вынесли определенные решения, выполнение которых является необходимостью.